В истории России выделяют два военных парада, имевших огромное значение для всей страны. Это парад 7 ноября 1941 года, с которого марширующие колонны уходили на фронт, и парад победы 24 июня 45. Между этими датами четыре года кровопролития, по своему размаху и жестокости поражающего до сих пор. Убитыми в боях и замученными в концентрационных лагерях, умершими от голода и жажды, наша страна потеряла почти 27 миллионов человек. Это в 84 раза больше, чем население всего Одинцовского района. И все же советский народ победил. Одним из главных символов этого великого достижения стал первый в истории нашей страны парад победы на Красной площади. Гордость за то, что попасть в состав расчета, парадного расчета, конечно, была неимоверной. Гордость за армию, за свой Белорусский фронт, которым командовал нас маршал Рокоссовский, за разведроту, в которой я служил. Константин Федотов был там, на брусчатке Красной площади в 41-м. Житель Одинцовского района, ветеран Великой Отечественной войны, боевой разведчик, полковник в отставке. Он родился в Горьковской области. Война застала его еще на школьной скамье. События на фронте развивались стремительно. Тогда еще совсем молодой парень не успел даже закончить курсы солдатского мастерства. После пяти месяцев в учебке его отправили на Второй Белорусский фронт. Впереди Федотова ждала карьера в армейской разведке. Сегодня фронтовик вспоминает, как тогда, после четырех страшных лет, красноармейцы бросали к мавзолею знамены и штандарты поверженных немецких войск. Конечно, было эффектно, если бы, допустим, какая-то часть нашей подразделения не только разобьет врага, а еще и знамя их заберет, пленит. И таких случаев очень много было. Ведь привезено. Команда выдана была только на два фронта. Первый украинский и первый белорусский привезти. Их привезли очень много. В параде сейчас только отобрали 200 знамен. А их фактически привезли больше. За прошедшие годы многое изменилось. И парады победы стали мерилом силы и мощи русского оружия. Тогда в 41-м с Красной площади в бой отправлялись на бронетехники, которая едва защищала бойцов. Теперь по Москве в парадном строю проходят новейшие танки нового поколения. Т-14 «Армата», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25» и Т-15. Машины, приковавшие к себе внимание военных со всего мира, вскоре составят костяк вооруженных сил России. Это же такое... Никогда такого не было, парада. Так показали. То есть наши противники, наверное, могут убедиться. Самолеты наши, так сказать. А танки какие, бронемашины. Участник парада победы 45-го года Константин Федотов – это человек, которому поколения потомков обязаны своей жизнью. В марте он отметил солидный юбилей – 90 лет. Для него боевого разведчика – это долгая и насыщенная жизнь на благо своей страны и своего народа. В прошлом война, общественная работа и многое другое. Впереди огромные планы. Хочу сказать, что служить нашей Матушке Родине нужно верой и правдой. Быть преданным священному долгу, который предстоит выполнять.